здравствуйте дорогие друзья взрослые дети это хоббит-отшельник и петрушка и сейчас у нас сказка с петрушкой дурман трава застала ночь бродячего торговца в пути вот он и свернул в деревенскую троторию торговец поставил в угол короб в котором носил товары и попросил хозяйку приготовить ужин хозяйка отправилась в кухню чтобы зажарить яичницу со свининой разжигает хворост в очаге а сама думает хотел бы я знать что у постояльца в коробе жарит яичницу а про себя приговаривает короб то видно полон всякой всячины когда его торговец в угол ставил пол так и задрожал подает хозяйка сковородку постояльцу а сама на короб коситься какой кому прок от этого короба одна хозяйка ленточку купит другая пряжку весь товар и разойдется по мелочам а если бы все это да в одни руки в мои например тем временем постоялец съел яичницу вытер сковороду коркой хлеба и задремал тут же на скамье а хозяйка подбежала к своему мужу и зашептала ох если б ты знал чего только нет в коробе у торговца и тебе на куртку до штаны хватило бы обо мне и говорить нечего уж я бы себе нашила платьев как сделать чтобы торговец ушел а короб остался нет ничего проще ответил муж подлей ему настой дурман травы кто хоть каплю этого настоя выпьет у того память так и отшибет постоялец уйдет а короб забудет вот он нам и достанется жена очень обрадовалась побежала она на лук нарвала дурман травы заварила ее в чайнике и влила в стакан вина три капельки настоя а торговец все спит да спит на скамейке хозяйка растолкала его и говорит просните сеньор я вам принесла стакан вина так ведь я вина не заказывал удивился торговец у нас в тротории такой порядок объяснила хозяйка кто закажет яичницу тот бесплатно получает и вино хороший у вас порядок воскликнул торговец и залпом осушил стакан потом он лег поудобнее и захрапел опять хозяин и хозяйка тоже улеглись но сон к ним не шел всю ночь они шептались как распорядиться нежданным богатством заснули оба только под утро а проснулись от того что солнце так и било им в глаза хозяйка встала заглянула в комнату где спал постоялец и принялась бронить мужа до седых волос дожил а все чужим россказням веришь и мне голову морочишь старый ты дурак скажи что твоя дурман трава стоит нет ведь короба унес его постоялец ну короб унес значит что-нибудь другое забыл сказал муж дурман трава свое дело непременно сделает да говорю тебе ничего он не забыл закричала жена не может этого быть твердил муж раз отвара хлебнул должен забыть тут жена хлопнул себя по лбу так оно и есть вот видишь я прав сказал довольный муж что же он такое забыл забыл заплатить за ужин и ночлег вот что он забыл вот такая дорогие друзья веселая итальянская сказка всего вам хорошего и спокойной ночи взрослые и дети и тебе петрушка тоже